Чтобы побывать за границей и ощутить себя туристом в разгар рабочей недели, необходимо заглянуть в парк Шевченко. Одесситам и гостям города предлагается виртуальное путешествие по миру. Всего пару контейнеров, немного фантазии и мы отправляемся в кругосветку. Посетители смогут испытать на себе более 40 интерактивов и 6 VR-станций. Исполнить свою мечту и подняться на Эверест, побывать в Африке, прокатиться нью-йоркским такси, погрузиться в атмосферу Парижа. И все это в один день. Мы хотели дарить впечатление. Мы проанализировали статистику и вы не поверите, оказалось, что 52% украинцев никогда не бывали за границей. То есть никогда. И вероятность того, что они там побывают, ну вы понимаете, ничтожна. И плюс локдаун, закрыты границы. И мы понимаем, что людям нужно дарить наконец-то вот эти легкие классные впечатления, после которых они выходят наполненными. Достаточно много негативной какой-то информации сейчас. А выставка это вот прям про настоящие эмоции. Наши контейнеры приехали с Гуанчжоу к вам в Одессу. Ого! Да, да, полмира. Здесь мы их приобретаем, везем в Киев и превращаем в выставочное пространство. Около месяца мы работали над концепцией для того, чтобы максимально наполнить интересными интерактивами эту выставку. У нас здесь 6 VR-станций. Вы сможете подняться на Эверест, посмотреть цирк Дюсселей, полетать над Украиной. Я уверена, что будут потрясающие эмоции. И большой контейнер, там более 40 интерактивов. Контейнер делится на две условные зоны. Одна это города Париж, Бангкок, Нью-Йорк. Огромная зона... Огромная зона джунглей, где вы сможете посмотреть на самый большой цветок в мире, аэрофлезию. Сфотографироваться, но даже примеры, как это лучше сделать, показали. И вторая сторона, это природа. Там наша гордость, это привет с Антарктиды от ребят со станции Вернадского. Привет! Прожарюмо с Антарктиды. Мы находимся в 15 тысячах километров от Украины на науковой станции Академик Вернадский. Да, вижу, вы не подготовились. В таком одессе вам будет тепло, если в нашем науковом паре на планете. Все экспонаты не просто разрешаются, а необходимо потрогать. Несмотря на то, что провели мы здесь чуть меньше часа, некоторые кнопки и дверные глазки остались для нас секретом. Главное, внимательно читать надписи и слушать окружающие вас звуки, чтобы погрузиться в атмосферу каждого города. Если мы не летим в Нью-Йорк или Марокко, то они уже прилетели к нам. Как много людей работает над, скажем, одним таким контейнером? Потому что здесь очень много всего, и не только детали соблюдены конкретных стран, но еще и запах. Да, классно, что вы про детали сказали, потому что нам было очень важно сделать не бутафорию, а реальные места. Да, вот, к примеру, контейнер, в котором мы сидим, это марокканский город голубой, Шевшау. И нам было важно, чтобы мы соблюдали все детали, все элементы декора. И мы консультировались с ребятами, мы находили людей в разных точках мира, чтобы проконсультироваться и понять, насколько мы попадаем в точку. Нам говорили, да, очень похоже, супер, все. Но такие лучшие ароматы взять. Вот возьмите приправы такие-такие, и этот аромат города вы точно сможете воссоздать. У нашего агентства работало около 7 человек, и плюс огромная команда, около 50 человек, работали над деталями. Это профессионалы по декору, по стройке, по механизмам, по контенту. Вот этот контейнер у нас весит 4 тонны, снаряженная масса уже вместе с марокко внутри. А этот контейнер весит около 9 тонн, ввиду того, что здесь очень много интерактивов, достаточно тяжелые стены и система кондиционирована. Скажите, в конце дня наверняка люди много чего пытаются унести с собой. Как чините, как приводите в порядок перед следующим днем? Вы знаете, на самом деле у нас очень приятные люди, и не так много приходится чинить. Ну, и нужно понимать, что у нас достаточно большой опыт экспозиции, и мы уже знаем, как сделать так, чтобы оно не ломалось к концу дня, и мы делаем все возможное. В целом, в основе своей уносят только эти магнитики, и мы даже рады, что их уносят. Пусть люди получают такой обмен впечатлениями и путешествуют по разным странам с помощью магнит-эксчейнджа. То есть я могу себе магнитик домой забрать? Да, вы можете. Вот забирайте наш, прям вражариума, он для вас специально. Класс, спасибо большое. Гастролирующие контейнеры успели побывать в Киеве. После Одессы их ждут во Львове, Харькове и Днепре. У Черноморца с видом на Одесский порт выставка пройдет до 14 сентября. В будни вражариум ждет посетителей с 16.00, а в выходные с 10 утра до 9 вечера. По словам организаторов, экспозиция впечатляет любого, вне зависимости от возраста. А пока есть такая возможность, приходите исполнить свою мечту и попутешествовать без заграна и вакцинального паспорта. К тому же вход бесплатный. Татьяна Барумбей, Константин Нищеред, телеканал Репортер.